В Анкаре под руководством Международного союза неправительственных организаций и Ассоциации просвещения и солидарности Восточного Туркестана проходит 12-я братская встреча выходцев из Восточного Туркестана и Третий Совет Национального Единства. Для участия в мероприятии в столицу Турции прибыли представители Восточно-Туркестанских неправительственных организаций Европы, Центральной Азии, США и Пакистана, общественные деятели, лидеры национального движения, ученые, академики и представители политических структур. Встреча и совет завершатся завтра, 28 сентября. В ходе мероприятия рассматриваются вопросы Восточного Туркестана, его нынешней ситуации, перспективах развития и межорганизационного сотрудничества. Выступая на 45-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, ульгурский активист и правозащитник Абдушукюр Абдурашид заявил, что Китай совершает геноцид ульгуров и содержит его семью в концентрационных лагерях. Активист, который является одним из учредителей Швейцарской ассоциации «Справедливость для ульгуров», обратился к Совету ООН по правам человека, сообщив, что помимо физического истребления, в регионе также проводится стерилизация и трансплантация органов, активист сделал следующее заявление. «Мой брат вынужден трудиться на фабрике по производству телефонных батарей и зарядных устройств. Быть может, те устройства, которыми вы пользуетесь, были произведены моим братом и подобными ему трудовыми узниками». Более трех миллионов ульгуров содержатся в концентрационных лагерях. Представьте, что население Берлина или Чикаго брошено в тюрьму и трудовые лагеря. Подчеркнув, что многие страны не признают геноцид, совершаемый Китаем в отношении ульгуров, активист призвал ООН принять действенные меры для предотвращения этнических чисток и беззаконий коммунистической партии в регионе. Исполнительный директор ульгурского проекта по правам человека в Вашингтоне Омар Канад сообщил, что после нескольких месяцев ожидания в страхе репатриации в Китай, в США благополучно прибыла бывшая узница лагерей политического перевоспитания. Турсунай Зьявудун бежала в Казахстан со своим мужем, гражданином Казахстана, после заключения, которое продлилось 10 месяцев. Однако в прошлом году правительство Казахстана заявило, что она должна вернуться в Китай, чтобы подать заявление на получение новой визы. Ее возвращение на родину, вероятнее всего, закончилось бы новым арестом. Платформа Netflix отреагировала на обращение американских сенаторов не адаптировать к сериалу научно-фантастическую трилогию китайского писателя Лю Ци Синя, который выступал за нарушение прав ульгуров. Представители Netflix отметили, что не согласны с взглядами автора на отношение Пекина к ульгура. Вице-президент по общественной политике Netflix Дэн Гарфилд сделал следующее заявление. Лю Ци Синь не является создателем этой платформы, он всего лишь автор книги. Мы не согласны с его комментариями, которые не имеют ничего общего с его книгой или Netflix. Сенаторы-республиканцы во главе с Маршей Блэкберн заявляли, что Лю Ци Синь поддерживает Пекин, нарушающий права мусульман в Восточном Туркестане. Консульство Китая в Нью-Йорке используется в качестве основного центра шпионской деятельности коммунистической партии в США, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью, опубликованном 24 сентября в газете New York Post. Так он прокомментировал арест полицейского Нью-Йорка, обвиненного в шпионаже в пользу правительства Китая. Помпео добавил, что, вероятно, за этим последуют аресты дипломатов и других агентов. «Они занимаются деятельностью, в которой переходят черту от обычной дипломатии к вещам, которые были бы больше похожи на то, что делают шпионы», сказал Помпео, когда его спросили о происходящем в консульстве в Нью-Йорке. 21 сентября по подозрению в шпионаже в пользу Китая полиция Нью-Йорка арестовала Байемаджи Амванга, который является гражданином США тибетского происхождения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА